Друзья, приветствую! Валентина из Керчи прислал посылку с образцами масла Hyundai X-Tier Gazolin G700 530. Масло с энергосберегающими допусками SP LSAC GF6. Так, описание. Три баночки, одна свежая и две отработки с разными пробегами. Масло использовалось в автомобиле BMW 740 E38 98 года выпуска с мотором 4,4 литра бензиновым, 286 сил. Так, вот сами баночки. Сейчас я чуть-чуть их до конца не буду распаковывать, чтобы не затягивать по времени. Так, 1, 2, 3. Можно приступать. Это масло я еще не проверял, поэтому создам эталон, а потом уже можно будет проверять отработку. Сейчас заложу пару капель, посмотрим на спектрограмму, померим, что вот такая спектрограмма получилось. В общем-то, в принципе, тут эстеров почти нет. Какой-то уровень пятьсотых, хотя два типа, ну, два горбика и полиэстеры, и обычные эстеры, но в очень маленьких количествах. Я думаю, что там в районе, наверное, полпроцента максимум. Так, далее. Прибор намерил противоизносных присадок 88 процентов. Щелочное 5,6 намерил прибор сам. Здесь я, честно говоря, подвис. Сам производитель заявлял 7,8. Одна известная лаборатория в России намерила 6,9. Поэтому я подвис, не знал, что выбрать. Тем более, учитывая, что в масле есть магний. Ну, думал-думал, поставил 7. Кислотное определено, на мой взгляд, точно 1,6. Опять же, очень известная лаборатория намерила 1,65. Очень близко. Так, ну, гликоль понятно. Сажу. Все. Сохраняю эталон и можно проверять. Так, первый образец у нас с пробегом 3600 километров. При средней скорости 37 километров в час. 97 моточасов. Совсем маленький. Да, кстати, обратите внимание на пробег. Больше 380 тысяч. Общий пробег автомобиля. 286 сил, как я ранее сказал. И используется 95 бензин. 61 процент по противоизносным присадкам. Здесь прибор нашел 0,2 гликоля. В общем, остальные параметры в норме. Немножко сажи, 0,02. 2,37 кислотная. По чуть-чуть нарастает. Ну, и 3,9 щелочное. Значит, воды практически как в свежем. Ну, высокая и средняя скорость. То есть масло еще живое. Ну, и пробег на масле здесь смешной. 97 моточасов всего. Да. Так, давайте посмотрим, что покажет второй образец. Во втором образце с этого же интервала. 5225 километров в час. Обратите внимание, прилично выросло. Прилично. Я настаиваю на 6,1 километра. Средняя скорость на разницу, как она вообще будет существенно должна была возрасти. Ну, а так, то же самое. 121 моточас. Так, продолжает противоизноска срабатываться. Тут, там было 61%, здесь 59%. Да, сажа осталась неизменной. Также по чуть-чуть продолжает нарастать кислотная и снижаться щелочное. Плюс 17 сотых по кислотному и минус 4 десятых по щелочному. Ну, кстати, здесь уже воды почему-то. 900 ppm, 910 ppm. Возможно, сам образец в момент взятия или как-то там, не знаю, каким образом. Воды побольше. Так, здесь ресурс. Здесь масло тоже еще живое, но, честно говоря, немного в нем осталось жизни. Сейчас покажу вам сравнение вязкости. Первый образец я не стал по вязкости сравнивать, смысла нет. Второй более показательный. Общая как бы картина. Да, есть небольшое разжижение. Плюс 15%. Возможно, что это все-таки топливо, учитывая скорость 43. Ну, или атмосферная влажность. Могла влага попасть, например, если в день, когда делали забор, шел дождь. Да, не забывайте отметить видео. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Нажимайте колокольчик. Так вы не пропустите уведомления о новых видео. И давайте посмотрим, что получилось по ресурсу. Да, ресурс совсем какой-то провальный, честно говоря. После увеличения скорости на втором отрезке, посмотрите, подрос на 13. Фактически на 10% выросла, значит, ресурс по маслу. Кстати, оксиды азота понизились. Посмотрите по прогнозу, повеселее стало. Ну и вот такая вот картина, да. Что можно резюмировать? Можно сказать, данное масло категорически, на мой взгляд, сюда не подходит. Мотор старой школы для какого-то полнозольника крепкого. Здесь не знаю, насколько оправданно использовать масло SP энергосберегающего. Которые, прежде всего, рассчитаны на системы нейтрализации газов. Современные. Плюс для прямых моторов с эффектом преждевременной вспышки. Пониженные уровни присадочного пакета. Ну, не знаю, смысла я не вижу использовать в данном моторе данное масло. Не целесообразно, на мой взгляд. Ресурс, как видим, маленький. Ну, и само масло по себе слабенькое. С таким небольшим зазором. Вот. Прибор намерил щелочное 5,6. Кстати, с учетом разницы ГОСТов, это, в принципе, очень похоже на лабораторные 6,9. Про разницу ГОСТов можете почитать в описании к видео. Там есть ссылка на статью на Oil Club. Очень хорошая, интересная статья и полезная. Кстати, она полезна не только каждому зрителю, но и сотрудникам МИДС ГСМ, на мой взгляд. Потому что порой они что-то исполняют непонятное. Ну, единственное, может быть, оправданный вариант, если Валентину это масло кто-то дарит. А так, ну, смысла вообще не видно в нем никакого. Вот. Судя по ресурсу масло, обычный гидрокрейкинг. Ну, не знаю, что тут можно еще прокомментировать. Как-то так. Для корейцев, да, наверное, имеет смысл использовать. Но тоже много оно не отработает. Я думаю, что это часов 200, наверное, потолок для него. Вот такой получился тест. Благодарю, Валентина, за предоставленные образцы и за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока. Пока.